Шао мрохо! В прошлый раз мы пытались понять, если наше счастье, цель нашей жизни, добиться этого можно только тем, когда у нас есть борьба, когда у нас есть какие-то усилия. Мы постарались понять, почему это работает так, что именно когда мы боремся, когда мы сопротивляемся и мы делаем правильный выбор, только тогда мы освобождаемся от всей этой тумы, от всей этой нечистоты, которая находится в нас, и мы освобождаем себя и мы возвращаемся к нашему нормальному чувству и пониманию счастья, которое внутри находится в нас. Мы видим, когда берем два камня и мы начинаем бить их друг от друга, только тогда у нас появляются искры, появляется вот этот свет, этот огонь, это тепло, но если эти камни будут лежать друг от друга, то ничего не произойдет. Только когда есть какое-то трение, когда есть сопротивление, тогда мы действительно можем добиться вот этой искры и принести настоящее счастье в нашу жизнь. сегодня мы хотим понять, что как это повлияет, как это влияет на нашу жизнь, как это действительно работает. как мы сказали, что раньше, в раннее поколение это было более понятно, когда есть какая-то постоянная борьба вокруг нас, жизнь была тяжелая и в наше поколение мы привыкли к полному комфорту и здесь мы можем нас мотивировать следующим. В Хазаил наши мудрецы говорят, что есть три вида людей, есть три вида, три группы, на которые делятся человечество. У каждого человека есть судьба и есть люди, которые, они как-то врожденные неудачники, у них не идет. На что бы они ни брались, это не получается, это целый клан, целая семья, это передается из поколения в поколение. Есть группа людей, у которых разделяется, есть ямеава и ямейсина, есть времена, есть дни, которые называются дни любви, все идет отлично, все хорошо, все идет очень гладко. Потом они меняются на ямейсина, это дни ненависти, все не получается. И так это меняется постоянно, идет иногда так, иногда так. И есть другая группа, у них наоборот все идет всегда отлично, они преуспевают, за что бы они ни взялись. Раньше описывается, что таких людей искали, чтобы взять их в партнерство, ты даешь ему несколько процентов от выгоды, ты знаешь, что постоянно будет выигрыш, потому что все, что они не берутся, это идет выигрыш. Каждый хотел бы быть в этой группе, но здесь есть секрет, когда мы можем изменить свою группу, перейти в другую, изменить свою судьбу. тем, что, когда Моиша Робейну спрашивает Ашема, а каким именем ты будешь открываться еврейскому народу, то Творец отвечает, что это будет имя Эя и потом Ашер и потом Эя. Это я буду, который я буду. Рамбан там приводит очень глубокое объяснение. Он говорит, что я буду с вами, как вы будете со мной. Это будет миды к негатмиды, это будет мера за меру. Когда вы покажете свою самоотверженность, свою любовь к Творцу, к митцвот, тогда тоже Творец сможет открыть небеса благословения для такого человека. В жизни часто у нас есть выбор, как Робея приводил пример, что один из ребят из Ишивы, где он преподавал, он сказал, что он хочет в дни между Рашишана и Йом-Кипур, между Новым годом и Йом-Кипур, он хотел поехать в отпуск в Яван, в Грецию. И это не совсем подходит для такого времени, где решается человеку судьба и скажет, что Ашем находится близко к тебе, он ждет твоего раскаяния, твоего возвращения к нему. И говорит, как же ты можешь сейчас все бросить и поехать на путешествие, а потом в середине года тебе нужно будет близость к Творцу, тебе нужно будет что-то получить от него и его не будет, его не будет с тобой. Это мера за меру, это когда человек показывает свое отношение к Творцу тогда, тоже это возвращается к нему потом. и так это работает, что когда человек в своей жизни, он делает что-то хорошее для другого, он делает добро, он скажет хорошее слово, он кого-то обрадует, он идет помочь кому-то или наоборот, он отказывается от какой-то благотворительности, он отказывается помочь другим, он теряет себя, он в гневе, он говорит засловия. Тогда это все фотографируется наверху. В наше время это очень легко представить себе, все везде вокруг нас все снимается. Постоянно наши действия, они отражаются наверху и все запоминается. Каждое наше доброе дело, каждая наша вещь, которая нам было тяжело особенно, и мы перебороли себя и мы сделали правильный шаг, это все записывается, это все складывается в сейф, и когда это нужно для нас потом, вдруг это внимается, вдруг у нас, для нас открываются двери, которые были закрыты до этого, для нас все вдруг получается, идет против законов природы, потому что это на самом деле не какая-то новая вещь, которая открывается для нас, нет, это было, берется то, что мы сами туда положили, и теперь это вынимается и используется для нас. В нашей жизни это постоянно, если мы откроем глаза и мы начинаем приглядываться, то вот это мера за меру постоянно, это сказано, что даже насколько творец не скрыт в нашем мире, но вот это анхага, вот это отношение к нам, где мера за меру мы все еще можем увидеть. В нашем поколении действительно каждый может сам определить, в какую группу он будет относиться, если у человека есть вот эта вот сила, он показывает, что он сын Авраам а-иври, когда описывается Авраам в Торе, говорится, что он а-иври, да, поэтому нас называют евреи, от слова евреи, потому что евреи раньше объясняет, все были на одном берегу, а Авраам был на другом. У нас есть сила, у нас есть вот это особый дар не пойти за всем тем большинством, которое делает неправильно, которое делает зло. Авраам дал нам эти гены, которые можем и перебороть, и даже все занимались злопоклонством, все занимались злом, Авраам пошел против этого течения. И когда у человека он показывает, да, что он делает правильный выбор, и особенно, когда ему это тяжело, это все записывается, и он получает вот это миды коннегат мида, мера за меру, совершенно выше того, что было по его судьбе предсказано ему. У Ремойши Бэр была огромная привилегия, заслуга быть очень близок, быть помощником Ремойши Брандстерфа, сейчас мы расскажем, кто это был, кто это такой. Ремойши Брандстерфа родился в 1934 году в Антверпене, и после войны он попадает в Израиль, там он вырастает одним из главных поисков, из главных аллахических авторитетов Израиля и всего мира, в какой-то момент он становится ответственным за кашрут Эйда Хорейдис, один из самых больших кашрут организаций в Израиле, и огромное количество аллахот к нему приводится, он также Моэль, он занимается Бритмила, облизанием, и он один из выдающихся личностей, который, он жил в Меяшаре. Теперь, Моэльши рассказывал, что когда он приходил к нему в 7 утра, то он уже был после молитвы, он уже сидел, изучал Талмуд, и он знал, что вчера он пошел спать 2 часа ночи, так что поэтому это оставалось несколько часов. И рабояр ему постоянно говорил, что как же так, нужно отдыхать, нужно достаточно, чтобы будет сил, он уже был достаточно в возрасте, и тот не обращал на него внимания. Более того, когда он учился, то он постоянно, через некоторое время, так как он очень мало спал, он начинал засыпать. И в то времена это была большая новинка, у него был маленький телефон, на который мы звонили с разными важнейшими вопросами, и он лежал у него в кармане. И очень часто бывало так, что когда он начинал засыпать, то именно в этот момент звонил телефон. И рабояр его постоянно мучило и раздражало, и он хотел у него забрать этот телефон. Ни в коем случае, ни за что. Наоборот, он всегда просыпался сразу же, отвечал на телефон, давал ответ. И хотя многие ответы даже его помощник уже мог сам сказать, потому что вопросы повторялись. нет. Он ни в коем случае не хотел потерять вот этой возможности, еще что-то ответить, еще кому-то помочь. И хотя это было тяжело, нет. Именно вот эта вот постоянная борьба постоянно давала ему огромное наслаждение и удовольствие. И как только он сам просыпался, он со всеми силами садился, и учил талмуд, и это было особое зрелище. В детстве он был известен тем, что он был очень-очень далек от вундеркинда. Он очень плохо понимал, он не запоминал ничего. Постоянно обращался к вопросам и к другим. И как только пришло время уже в Яшиве, даже там, когда нужно было выбрать кого-то, чтобы он помогал в кухне, обычно выбирали его, потому что он не успевал. Он действительно не был на том уровне, как все его ровесники. Он шел в кухню, он садился, чтобы чистить там картошку, он положил книжку перед собой. И вот так он чистил картошку и смотрел в книгу. И так продолжалось год за год, и на ним смеялись, его унижали, как это, к сожалению, бывает. И, несмотря на это, он продолжал, он продолжал учиться с радостью. И он женился, и он пошел в койл учиться, опять же продолжал учиться. Тут тоже ему сказали, какой койл из него не вырастет, никакой талмид хахам. Он не будет знатоком Торы. Ему нужно найти хорошую работу, чтобы содержать свою семью и все. И на этом как бы уже надо смотреть фактом глаза. Но это все его не волновало. Он продолжал учиться. В 26 лет он сдает экзамен на смеху, на ординацию РАВА. И так он продолжает дальше и дальше, несмотря на никакие посмешища. И, действительно, потихоньку люди приходят к нему с вопросами. Когда Рав Шах, известный шаравин из Небрака, он послал людей в Иерусалим, и его спрашивали, а кому можно задавать вопросы? Он говорил, Рабеляшев и Раббранстерф. Его зовут Рабмай и Раббранстерф. И они говорят, Раббранстерф? Как? Это же совершенно другой уровень. Нет. Его можно спрашивать. И, действительно, пришло время, где были большие диспуты, галактические диспуты про кошерность куриц, связанные с разными частями. И он победил всех остальных авторитетов и, действительно, стал очень-очень большим знатоком в Кашуте и в других. Также его книги к наибойцам, это на всех темах, которые приводят свой шелханарух, используются во всем мире. И за пару месяцев до какого-то он умер, получилось так, что ему нужно было кого-то проверять. И там вышло, что он знал наизусть весь шелханарух. Все огромное количество томов шелханарух он знал слово да слово наизусть. И вопрос, как он до этого смог дойти. Этот секрет открылся только на Шива, когда уже он умирает и его семья собирается, когда они сидят в трауре. О нем, если посмотреть его сыновья, также его зяти, это один более известный, чем другой, один больше знаток, это потрясающая династия уже стала. Там открыл следующее, что когда Майеру 8 лет, и его семья в сороковом году, она бежит из Бельгии в Францию, там уже, это в сороковом году, там когда ему 8 лет, он ухаживает за своим дядей, которому 16 лет, который был особенный молодой человек, уже в том возрасте он считался большим праведником. Его дядя умирает, и так как он постоянно был вблизи с ним, он заболевает туберкулезом, или его могут вообще выслать, он в большой опасности. Единственная возможность, чтобы вылечить и как-то спасти, он его отправляет в Швейцарию. В Швейцарии он попадает в монастырь. Еврейский мальчик, 8 лет, один, совершенно один попадает в монастырь. Он там находится около 9 месяцев. В это время, каждый день, когда он идет спать, он спит вот так вот, потому что он боится, что когда он будет спать, ему отрежут его пейсы. И он соблюдает все, что возможно. Он кушает только кошерную еду, он молится, он все, что он помнит наизусть, он старается как-то что-то помнить, что он учил. И единственный человек, который там ему как-то более-менее помогает, вся церковь, вся эта монастырная старается его крестить и переубить, что все, иудаизм не существует, евреев почти уже тоже нет. Все кончено. Он должен примкнуть к настоящему избранному, избранной религии, избранному народу. Несмотря на это, он никого не слушает. Он в супермстве есть одна монашка, которая помогает ему с кошерной едой, она напоминает ему, что есть какая-то молитва сказать, и что есть большая вероятность, что она была еврейкой. Нет никаких больше информации о ней, потому что после войны ее не смогли найти. Но кроме этого, он один-один против всех. проходит 9 месяцев, у него появляется возможность убежать. И его сестра, старшая сестра приходит его забрать. Как бы здесь себя повел ребенок, которому через много месяцев наконец он видит свою сестру? Единственное, он должен побежать к ней, обнять и начать плакать. Здесь маленький Майерке, он говорит так, говорит, я задам тебе три вопроса. У меня есть три вопроса. Пока ты мне скажешь ответ на эти три вопроса, я с тобой не иду. Я никуда не иду. Первый вопрос, есть ли у моего папы все еще борода? Второй вопрос, есть ли у мамы еще покрывает волосы? И это был первый вопрос, соблюдают ли они шаббат? Шаббат, борода и волосы. Это то, что этот маленький мальчик, для него это было еще вот это что-то, то, что он помнил, то, что он остался, он хотел и говорит, если этого нет, я остаюсь здесь, я не возвращаюсь туда. Настолько в нем его пытались убедить, внушить ему, что больше никто, которая забытая, никто больше ее не соблюдает, даже его семья. Поэтому у него был такой страх, такая травма внутри. Поэтому он задает эти вопросы, говорит, пока я не получу на них ответ, я с тобой не иду. И когда его сестра успокаивает, говорит, что все хорошо, мы все соблюдаем, и ты можешь возвращаться домой, он бежит домой, и его мама припугает и один раз в первый-второй день, когда она его причесывает, и она немножко ему поднимает его кипу, он вздрагивает и говорит, о-о-о, ты хочешь забрать мою кипу? У него настолько-то осталось, у него вот эта травма, страх, нет, но его сила, его в таком возрасте, эти моменты, они отмечаются наверху. Они фотографируются, они складываются наверх, и они никуда не пропадают. И потом они возвращаются. Потом у этого марки против всех правил, против всех законов природы, он становится одним из главных авторитетов аллахи в рейском народе. В конце он согласился, что нужно тоже за собой как-то ухаживать, ну, нужно спать достаточно. Он сказал ему самому, чтобы он, да, следил за своим здоровьем. Но постоянно у него была борьба, у него постоянно было вот это вот огромное удовольствие, это огромное счастье. Не расслабляться. У него в один день он делал 7 обрезаний, он находился в разных местах, нужно было, он не постоянно ездил в разные места, чтобы наблюдать, чтобы была шхита, чтобы зарезали скот, все было сделано кошерно. И он весь день находился в разъездах, в каких-то проектах. Все, никакого расслабления, никакого отдыха, никакого комфорта. И он был, он сиял отчасти, он просто как бы именно символизировал то, что о том мы говорим. Интересно заметить, что в его могилу, когда его хоронили, также опустили 10 тысяч кусочек кожи от всех этих обрезаний, которые он делал. Это он взял с собой, как для него это было то, что он может использовать в небесах, как свои заслуги. в, значит, мы подходим к концу нашего цикла, нашего путешествия. И в, как сказать, нам нужно научиться на, вот, использовать все эти моменты. мы говорили про молитву, мы говорили про бетохен, про упование, уверенность, про насколько наши мысли влияют на то, что происходит с нами и вокруг нас. мы говорили про, сейчас про счастье, про несъемность, про испытания. Вчера мы играли в футбол, это недавно, после 20 лет паузы, мы решили, что тоже нужно заниматься каким-то здоровьем. то один из ребят, там приходят совершенно, ну, разные ребята из разных слоев общества. И один, в нашей команде был один молодой человек, который очень талантно, очень хорошо играет. Но он был очень недоволен, как все остальные, включая меня, все мы, мы недостаточно были нашей защиты, мы действительно проиграли с треском. И он потом, когда мы возвращались, он сказал, что у него нет, не было достаточно душевного уравновесия, душевного сдержанности мне не хватало. И один из наших попутчиков, он сразу же так полу в шутку, полу всерьез заметил, что, ну, как же ты хочешь без кипы, чтобы у тебя была духовная уравновешенность, как ты хочешь такого, чтобы у тебя была душевная уравновешенность без кипы. И это мне как-то очень запало в сердце, что если у нас нету вот всех этих составных частей, тогда, как мы сказали, что Хават Левод говорит, что мой бетахон, мое упаяние, моя уверенность, вера в Творца, она именно измеряется моим спокойствием, моей стабильностью. И также очень важно посмотреть на, научиться смотреть на свои достижения в жизни. жизни. Я хочу поделиться в конце одной истории, которую я только что прочитал. Есть известная она рабонит Рэбетсон Хани Джуравл в Америке. И она рассказывает, что ей позвонила женщина и сказала, что у нее юбилей и 60 лет исполняется. она хотела бы провести время с этой Рэбетсон, как это для нее был бы ее лучший подарок для ее день рождения. И Рэбетсон говорит, что хорошо, они находят время, которое устраивает, и обоих они встречаются. И эта женщина, она начинает, она говорит, что, ну, Рэбетсон Джуравл говорит, расскажите мне о вас, давайте познакомимся, что у вас на сердце. И она начинает с такого предложения, что я считаю, что у меня полный провал в жизни. Я ничего не добилась и чувствую себя таким неудачником, таким, как бы, к сожалению, мне вот сейчас 60, и я смотрю на свою жизнь, и это действительно неудачно, не безуспешно прошло. И вопрос, почему она так считает? Она сказала, что в своей молодости она поставила себе три, у нее были три мечты, три цели. Первое, когда она женится, когда она выйдет замуж, то она хочет, чтобы вот она с мужем, это была полная гармония, это было полное единство, полное запоминание, чтобы у них действительно чувствовали себя как одно. Второе, это цель была, чтобы ее дети, тоже у них была особая такая связь, постоянный контакт, чтобы они о друге заботились и всегда были в контакте, все время встречались, у них, чтобы была семья очень-очень плотно. И третье, у нее были, они говорят, что у меня были планы для карьеры, я знаю, что у меня есть талант, я способный человек, я хотел, чтобы у меня в профессиональном профессии тоже достиг какого-то высокого уровня. И я смотрю на это с мужем, мы замужем, что уже достижение, но у нас все хорошо, но нету как бы такого что-то, чтобы я чувствовал, что мы просто мамы одни. Я старалась, я пыталась, но нет, связано уже с характером, нету вот этого чувства, что мы полная гармония, полное единство, совершенство. Наши дети, они выросли, они все разъехались, у каждого своя жизнь, у каждого мы встречаемся, да, но, опять же, я не чувствую, чтобы каждый был бы постоянно друг с другом, нет этого. И третье, в моей профессии я старалась как-то подняться наверх, но постоянно, когда открывались новые какие-то проекты, новые работы, новые шансы, меня не продвигали, даже когда я старалась и все сделала, но постоянно получался кто-то другой, не я. Поэтому я смотрю на мою жизнь, это полный дизайнстр, это полный провал. И тут Тарабуцин, она спросила, задала очень хороший вопрос. Она говорит, а у вас были еще другие мечты, у вас были еще какие-то другие цели в жизни, которые вы хотели бы добиться? Она задумалась, она сказала, что да. Она очень хорошо помнит, что у нее были еще три вещи, которых она всегда хотела. Первое, в своей жизни я хотел, чтобы у нас был очень щедрый дом, чтобы мы много делали доброты, был открытый для всех, мы занимались добрыми делами, чтобы люди могли к нам обратиться, мы могли помочь, не быть мелочным, не было скупыми. Вот это как бы, чтобы был открытый дом. Второе, у меня была мечта, чтобы оставаться в хороших отношениях со всей моей семьей, чтобы всеми родственниками, чтобы не было. У нас были разные разводы у родственников и споры насчет наследства и другие разные вещи. И, к сожалению, многие поссорились. И у меня всегда было желание, чтобы все со всеми быть нейтральными, быть в хороших отношениях со всеми. Для меня было очень важно. И третье, у меня всегда хотелось расти. Я не хотелось, чтобы оставаться вот так вот, как я есть. Постоянно как-то подниматься выше и выше, чтобы быть как-то духовно. Постоянно был рост. И Рао Цинджуао спросил, ну и как вы смотрите на эти, насчет этих трех целей? У нас сказалось, что действительно, Боро Хошем, наш дом, он, мы как-то очень богаты, но мы действительно известны тем, что всегда к нам огромное количество гостей. Мы делаем разные добрые дела. У нас есть гимахи, разные организации, мы участвуем. И мы очень, как бы, действительно, достаточно влиятельны в том смысле, чтобы помочь другим. Я чувствую, что да, мы у нас, мы щедрая семья. Второе, как насчет семейных отношений? Он говорит, что да, он говорит, я единственный человек во всей семье, с которой я, со всеми хорошие отношения. У нас многие перессорились. Даже на мой юбилей не все могли прийти, потому что они перессорились друг с другом. Но зато действительно у меня, Боро Хошем, с каждым из моей семьи, со всеми родственниками у нас отличные отношения. И третье, это насчет роста. Она говорит, ну, посмотрите, вот даже моя мечта на мой юбилей, это вот встретиться с вами. Я, слава Богу, за всю мою жизнь я старалась, чтобы вся моя рост был постоянен, нигде не останавливаться. И мои духовные, мои знания, мои молитвы, мои праздники, мои шаббат, мои, все, что находится, все мои отношения с другими, я постоянно старалась как-то идти дальше. И тут Райот Санджала сказала, что посмотри, ты действительно можешь сказать, что ты полностью преуспела. Это совершенно такое успешное. Все три вещи, где ты чувствуешь, что был провал, что ты не достигла своей цели, они не зависели от тебя, они зависели от других. Это было или от твоего мужа, или от твоих детей, или от твоей карьеры, от твоих начальства. Но здесь, когда речь шла о твоем выборе, о том, что действительно было от тебя, как ты относишься к другим, твои добрые дела, твои отношения к помощи другим, твоя благотворительность, твои отношения с другими людьми, с родственниками, и также твой рост. Это все было у тебя, это в твоих руках, это действительно ты здесь, ты можешь сказать, что в этом ты преуспел, и это показывает твой стопроцентный успех в твоей жизни. И это было огромное не только утешение, мотивация для этой женщины. И это зависит от, мы все настолько зациклены, наши параметры в жизни, они настолько неправильны. В основном вот это сравнение. Хочу закончить на высказывание Кот Скоребе. Кот Скоребе сказал следующее, он сказал, что если я, я, потому что ты, ты, если ты, ты, потому что я, я, то я не я, и ты не ты. Но если я, я, потому что я, я, а ты, ты, потому что ты, ты, тогда я, я и ты, ты. Другими словами, если я, я, если я себя сравниваю, я себя, мера моих достижений, потому что я сравниваюсь с тобой и с тобой, тогда меня нет. Это не, это все зависит, зависит от других, от других критериев. И тогда действительно меня нет, потому что это не, нет моей самой цены. Я не сравню, я не смотрю, я не проверяю свой потенциал. Я не вижу, что действительно в моих силах будут эти, я постоянно сравниваю с другим. И в наше время, где постоянно каждый хвастается своими успехами, постоянно все статистики показывают, никто не, не открывает свои провалы, свои, свои там сотни раз, где у них ничего не получилось, мы видим, постоянно окружены всякими достижениями, открытиями, рекордами, и мы чувствуем себя, мы начинаем себя сравнивать, это настолько неправильно. Тогда не я, не я, не ты, не ты. Но если я, я, потому что я, я, а ты, ты, потому что ты, ты, тогда я, я и ты, ты. Если я знаю, что это я, это я, кто я, и то, что Ашем дал мне, и это главное, это использовать этот потенциал, тогда действительно это называется жизнь. Ашем я каждому желаю огромного успеха в этом путешествии, чтобы жизнь была действительно наполнена смысла, наполнена роста, наполнена настоящего успеха. Спасибо, счастливо.